До начала предстоящих муниципальных выборов чуть больше месяца активно к нему готовится и самый молодой город республики Сунжа. Всего в единый день голосования 10 сентября по городу будет открыто 10 избирательных участков. Отдать свои голоса за выбранного кандидата в Сунжа смогут свыше 21 тысячи избирателей. Всего представлено 20 депутатских мандатов. Документы в ТИК города подали 4 партии. Это Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР и КПРФ. После регистрации, после того, как мы исследовали все документы, которые предоставили нам партии, кандидатов было 45, но после регистрации их стало 38. КПРФ из-за недостающих документов выбыла у нас из выборов. Члены территориальной избирательной комиссии также начали активную работу по оповещению граждан. Сунжа – первое муниципальное образование в регионе, подключившееся к пилотному проекту «Мобильная участковая избирательная комиссия». Стартовал он в этом году и направлен на более качественное информирование избирателей о предстоящих выборах. В онлайн-режиме по программе мы идем к избирателям, оповещаем их о том, что будут проходить выборы, говорим им, где находится их участок, как они могут проголосовать, когда они могут проголосовать. Проводят эту работу члены участковых избирательных комиссий. Для этого они прошли двухнедельные подготовительные курсы. Несмотря на жаркую погоду, темп работы не сбавляют. Они уже успели обойти более двух тысяч избирателей. Побеседовали и с Айшат Шавхаловой. Знаете ли вы, что в сентябре этого года проголосовали? Ну да, 10 сентября. Ахазат, он выброс, где я. Айшат Шавхалова живет в Сунже уже 40 лет. Женщина не сомневается, что от выбора жителей зависит благополучие республики. От нас все зависит. Нам нужно избирать, ходить. Это ответственное дело. Я думаю, каждый пойдет для своей республики. Лучшую сторону надо делать все. Мы пойдем, конечно, со всей семьей на наш избирательный участок и проголосуем за достойного кандидата. Подготовка участковых и территориальных избирательных комиссий начнется за 10 дней до выборов. Однако некоторые из них по Сунже уже могут принять своих избирателей. В УИК, открытый на базе Центра творчества, уже завезли кабины и урны для голосования. На входе установлен металлодетектор. Подготовлены комнаты отдыха, а также матери и ребенка. На участке должно у нас присутствовать 1867 избирателей. На предыдущих выборах, конечно, большинство избирателей посещали наш участок. Надеемся, что на этот день, день выборов, 10 сентября, все граждане данного нашего участка будут у нас на выборах. А к тем, кто не сможет прийти на участок, сотрудники УИКа поедут на дом. Переносные урны тоже в наличии. Родственники или сосед, кто-то может обратиться, сказать, что некий гражданин не может принять участие на выборах, в связи с тем, что у него ограничения какие-то по здоровью. Мы эти списки уже составили и ведем эту работу по составлению. И обязательно в порядке комиссия членов УИК посещает на дому. И, конечно, каждый может отдать свой голос. На предстоящих муниципальных выборах в Ингушетии будет распределено 476 депутатских мандатов. Всего в единый день голосования по региону откроют 142 избирательных участка. Дана Плиева, Сулейман Костоев, Новости 24.